Всем привет! Сегодня у нас снова Sonata из Армении, американка, импортирована была в Армению из Америки и попала затем к нам в Россию. Машина 2011 года с двигателем 2.4 KG, прямой впрыск GDI. Привезли нам ее из города Липецк на ремонт. Здесь 206 тысяч километров пробега, если переводить из измерения в милях. На ремонте у нас уже был подобный автомобиль, ссылочку найдете в описании. Точно такая же Sonata с таким же мотором 2.4. Симптомы и проблемы все те же. Дикий жор масла. На этом автомобиле расход масла дошел до 1 литра на 1000 километров. Когда забрали с Армении, расхода масла не было. Ну, сами понимаете, можно налить всякие присадочки и все остальное. Пара замен масла и расход резко пошел в гору. 600 граммов на 1000 километров и теперь литр на 1000. Мотор еще и дымит. Кроме двигателя здесь еще и приехала и коробка, автомат. Клиент жалуется на рывки, пинки. Масло он менял, сливалось. Цвета кофе с молоком. Ну, сами понимаете, фрикционы сгорели. Пробег по одой менту 129 миль. Жалуется на звуки из автомата. Катализатор здесь уже вырезан. Прошита неизвестная программа. С этим сделать мы ничего не можем, потому что полноценного редактора у нас нет. Как мы уже знаем по предыдущему автомобилю, здесь будут стоять масляные форсунки охлаждения поршней. А сейчас автомобиль отправляется на снятие двигателя. Далее продолжим его разбор. Работает в целом неплохо. Двигатель с автомобиля демонтирован. Не без трудностей. Машина где-то простояла под открытым небом около года без капота. Либо в Америке это все эксплуатировалось где-то в районе океана. В регионах с соленым влажным климатом все сгнило. Все метизы гнилые, все ржавые. Все откручивается с громадным трудом. Блок, посмотрите, весь корродировал. То есть алюминий, вот этот силумин, начал покрываться солями, окислами. Ну и, в общем-то, видно, что все очень ходило довольно долго. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, вкратце, это двигатель 2.4 с балансирами. Прямой впрыск. Здесь присутствует насос ТНВД. Форсунки прямого впрыска находятся в передней части. Вот они, рампа. В головке отверстия под форсунки сделаны. Такой мотор мы уже делали неоднократно и в более поздних версиях, когда в каналах появились отсекатели. Здесь их пока что нет. В остальном это также двигатель с двумя фазовращателями. Присутствует теплообменник. Выхлоп уже удален катализатор. Клиент попросил варить пламя-гаситель. Демонтировали клапанную крышку. Прокладка просто окаменела. Превратилась в пластмассу и рвется. Мотор пока что достаточно чист. Это нас радует. Предыдущий был в ужаснейшем состоянии. С американским гуталином. Здесь находится кронштейн под насос ТНВД. Впускной распредвал сделан из литой заготовки. Выпускной стальная труба с нанизанными блинчиками и кулачками. На предыдущей сонате американки было то же самое. Очевидно под Америку впускной вал идет какой-то свой особый. Со своими профилями. Цепь здесь втулочно-роликовая. Свечи зажигания здесь тонкие. Как на Рио и Солярисе. Обе цепи здесь втулочно-роликовые. Отличаются от тех цепей, что обычно мы видим. Натяжитель уже вылез прилично. Цепь растянута. К сожалению, запчасти в России на этот мотор в некотором дефиците. В плане цепи, башмаков, натяжителей. Моторы с такими комплектами в Россию официально, по-моему, не поставляются. Поэтому склады дилеров и прочих продавцов не обеспечены запчастями в должной мере. Насос здесь с интегрированными балансирами. Боковое расположение заборника. Это сложный насос. Здесь внутри два масляных насоса и два балансира. На башмаках уже глубокая выработка от цепей. Разбираем масляный насос. Посмотрим состояние. Пока что гуталина здесь нет, как в предыдущем автомобиле. Это радует. Здесь тоже мотор относительно чист внутри. Разобрали масляный насос. В целом состояние, ну скажем, на четверочку с минусом. Есть потертости по вкладышам. Есть царапинки по наружной шестеренке. Есть вот здесь вот царапина. В целом, я думаю, можно оставить. В который раз убеждаемся, что стальные распредвалы хуже чугунных. Лучше они только в плане износа стойкости кулачков. А вот в плане износа стойкости шеек эти валы хуже. Вот, например, чугунный распредвал. У него шейки в замечательном состоянии. А у стальной трубы уже какие-то царапинки есть, потертости. Так что, еще раз в этом убедились. В целом, шейки распредвалов годные. И ремонт постели здесь не требуется. Сняли головку, двигатель хорошо походил. Уже пошла утечка по прокладке. Вот в этом месте особенно хорошо видно темное пятно. Интифрис начинал уходить наружу через прокладку. Беда у них это с прокладками. Это уже многим известно. В блоке стоит масляный фильтр. Ну и задиров нет. Здесь будут форсунки охлаждения поршней. На американский рынок они не рискнули собирать моторы без них. Есть единичные царапинки. Пятнышко износа в средней части. Это все нормальное явление. Глобальных задиров нет. Так что вот, смотрите. Америкос. Мне такой мотор, на удивление, весьма чист. Это нас очень порадовало после той американки, где гуталин вычищали просто ложками. Здесь все отлично. Вот они, форсунки заводские стоят. Как видите, на рынок Америки выпускать обрезанные моторы они не решились. Ну, посмотрим сейчас состояние коленвала, вкладыши. Что интересно, шатунами и вкладышами там будет. Канавка износа уже есть под задним сальником. Сальники мы обычно сдвигаем в сторону, поэтому здесь напыление шейки не потребуется. Автомобиль с богатой историей. Путешествие по миру. Что мы здесь имеем. Поршни GDI. Шатун со стопором и втулкой. То есть палец плавающий. В заводу устанавливаются коробчатые кольца. Массосъемные, они закоксованы. Поршни уже со следами износа. В цилиндрах наблюдался люфт. Ремонтных поршней на GDI нет. Никто ничего не делает. Завод тоже не предлагает. Поэтому здесь мы будем заниматься полировкой коленвала. Заменой вкладышей. Приобретем новые поршни. Под них переделизуем блок. И вот посмотрите шатунные вкладыши. Они со специальным покрытием, которое уже протерлось. Это нижние вкладыши в крышках. А это вот самые нагруженные в верхней части шатуна. Как видите, они уже протерты. Все-таки в который раз убеждаемся, что для данного двигателя с пробегом более 150-200 тысяч километров нужно записывать в сервисную книжку такую регламентную операцию, как замена вкладышей. Иначе все это будет потом провернуто. И клиент попадет на довольно большие суммы ремонта. А здесь все делается еще вовремя. Ремонт будет достаточно умеренным по деньгам. Колено, насос, постель и распродвало в хорошем состоянии. Клиент отделается, скажем так, обычным типовым капитальным ремонтом. Разобрана головка, удалены массовъемные колпачки. На впускных клапанах имеется нагар, характерный для систем GDI. Но здесь его не сказать, чтобы мало, но не сказать, чтобы много. Вот, наверное, единственный клапан, на котором шуба такая приличная. Выпускные клапана имеют уже язвы на рабочих фасках, поэтому их я поменяю. По поводу выхлопа клиент просит варить пламя-гаситель. Здесь прошита какая-то программа. Ничего с этой программой сделать уже не сможем, потому что полноценного редактора нет. А шить извинался всякую хрень. Ну, что теперь? Значит, клиент будет предупрежден о возможных последствиях таких программ. Здесь мертвая гофра. В таком она состоянии, ее нужно менять. И удаление катализатора производилось традиционно через заднее проходное отверстие. Поскольку здесь оно недоступно, просто вырезали треугольник и его потом заварили. Вот таким методом все это делалось, чтобы не раскручивать и не снимать с автомобиля. Естественно, потом удивляются, что это у меня начался масложор, что это у меня керамику вкинуло в двигатель. Выбили ломом вот так вот, потом еще продули там воздухом. Ну и все, езжай на ремонт двигателя. Пока коробка автомат находится в ремонте, с клиентом был согласован ремонт автомата. Смета по ремонту двигателя его вполне устроила, и он остался этим доволен. Вложения не сильно большие, относительно, конечно же. Собираем головку. Помыто, фрезеровано, новые колпачки, клапана почищены, выпускные клапана заменены на новые. Головка готова. Клиент попросил вварить пламя-гаситель. Дело в том, что здесь удален катализатор, гофра уже вся разваливается, то есть вся оплетка оторвалась, мы будем ставить новую гофру. Пламя-гаситель вварен, гофра ремонтная также. Ремонтных поршней на данный двигатель не существует. Использованы стандартные поршни оригинал, под них перегильзован блок, неоригинальные поршневые кольца, маслосъемное кольцо наборное, усиленные шатунные вкладыши, форсунки остаются заводскими. Коленвал у нас прошел мойку и полировку. Блок отмыт, перегильзован. Вот здесь можно увидеть гильзу, установлены обратно заводские форсунки, они здесь стояли штатно. Блок перегильзован, сделано оплатка негавания, фрезерование под прокладку. Масляный насос мы тщательно промыли, добавим смазки и соберем. Деловка у нас была уже давно готова. Сегодня собрали и блок. Прокладка ГБЦ для двигателя GDI отличается от обычной прокладки. Здесь вот есть маркировка 2,4 GD. Так что нужно это иметь ввиду. Это прокладка оригинал. Также мы обновляем цепь. Здесь втулочно-роликовая. Цепочка стоит. Достаточно проблематично ее приобрести. Их очень мало в продаже. Натяжитель тоже оригинальный, как и башмаки. Свечи тонкие. В оригинальной упаковке идет Денса. Все детали очищены и отмыты. Клиент попросил заменить наконечники катушек. Хотя они здесь абсолютно живые, нормальные. И даже трещин на них нет. Корейские наконечники купить невозможно отдельно от катушек. Подходят наконечники от Тойоты. Все метизы, все гнилое. Такое впечатление, что машина просто утопленник. На ТНВД поменяли прокладки. Сюда идет колечко резиновое. И вот такая металлическая прокладка. Мотор собран. Практически уже готов к установке в моторный отсек. У нас осталось только собрать рампу. Поменять уплотнитель на этой самой рампе. И вот незадача. Вот беда. Теплообменник. Теплообменник сгнил. Вот здесь почистили корчеткой гниль. А под ней сквозные отверстия. Вот они. Просто дырки, которые продуваются наружу. Из них весело себе выходит воздух. Вот такая беда. Сейчас пытаемся на разборе найти корпус теплообменника. Хотя бы от Соренто. Поскольку клиент скоро приезжает. А мы прошляпили эту самую дырку. В теплообменнике. Здесь на разборах. Оперативно смогли найти теплообменник от Соната НФ. Он абсолютно подходит. Хотя чуть-чуть отличается по форме. Новую резинку поставили. Прикрутили. И двигатель уезжает на установку в автомобиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова